Девушки отдыхают Спешим, но тут 5 минут доехать. Ребенку неудобно. На самом деле, достаточно всего лишь резкого торможения, чтобы не пристегнутый ребенок получил травму. А удержать ребенка на руках во время аварии вообще нереально. К примеру, двухгодовалый ребенок оказывает нагрузку на руки более 100 килограммов. Конечно же, у большинства есть автокресла, но зачастую это кресло для галочки. Выражение детское удерживающее устройство введено европейским стандартам безопасности и подразумевает не только детское автокресло. Существуют и автолюльки, бустеры, трансформеры. Выбор огромен. Делятся на виды, группы по способам установки системам крепления. На сегодняшний день информации много, и она доступна. Даже пристегнутому по всем правилам ребенку не гарантирована полная безопасность. Когда по боли случая мы со своими коллегами выезжаем на подобного рода дорожно-транспортные происшествия, наблюдаем такую картину, когда ребенок, находясь в салоне автотранспортного средства, будучи пристегнутым, находящимся в детском удерживающем устройстве, пристегнутым ремнями безопасности, зафиксированным, получает тяжелые телесные повреждения. Поэтому, обращаясь к водителям, хочется донести ту мысль, что самое безопасное место для ребенка – это место в детском удерживающем устройстве. То есть страшно представить, что может произойти с непристегнутым ребенком во время удара. Так еще некоторые возят детей на переднем сидении. Правила дорожного движения это не запрещают, но подушки безопасности должны быть отключены. И, в общем-то, все все знают, все понимают. Мы стремимся обеспечить безопасность ребенку везде – дома, в саду, в школе, но только не в самом опасном виде транспорта – автомобиля. То есть мы надеемся, что за эту короткую поездку ничего не может случиться. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok